Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Настало время презентовать вам грузовую транспортную систему. И никто этого не сделает лучше, чем ее главный конструктор Дмитрий Тихонов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Михаил. Вы, как главный конструктор, расскажите нам о грузовой транспортной системе Skyway. Работа грузового транспортного комплекса представлена функционированием двух транспортных средств. В первую очередь, это система непрерывного транспорта Unitrans, которая представляет собой замкнутую ленту бесконечную на колесных парах. В отличие от классического конвейера, Unitrans приводится в движение тянущим механизмом, не фрикционного типа, за счет зацепов, которые располагаются на самом внешнем приводе и на колесных парах Unitrans. В чем преимущество того, что создано специалистами ЗАО струнной технологии под руководством Анатолия Юницкого? Самое простое явное преимущество, которое дает нам система Unitrans в данном случае, это опирание стального колеса непосредственно на стальной рельс. Это дает значительный выигрыш в энергоэффективности, то есть затраты мощности на преодоление сопротивления к качению значительно меньше, чем в классических схемах, когда резиновая лента опирается на ролик опоры. Хорошо, а Unitrack, который чуть более знаком нашим зрителям, расскажите о нем, об этой системе. Unitrack представляет собой одиночное транспортное средство, которое может функционировать как отдельно, так и в автоматических составах. Как я понимаю, оба вида грузового транспорта с КВИ могут разгружаться и загружаться, не останавливаясь на ходу, так ли это? Совершенно верно. Загрузка Unitrans осуществляется движение, разгрузка. Unitrack загружается статически, в неподвижном состоянии, разгружается при движении. Подскажите, из каких ключевых элементов состоит сама путевая структура этого комплекса? Погрузочный терминал в данном случае осуществляет погрузку цепучего груза непосредственно с помощью наклонного конвейера на грузонесущую ленту Unitrans. В разгрузочно-погрузочном терминале Unitrans разгружается, груз аккумулируется непосредственно в разгрузочном терминале и является исходным сырьем для того, чтобы осуществить загрузку именно Unitrack. Анкерная опора представляет собой опору с размещением технологического оборудования. В данном случае на анкерной опоре находится внешний привод, тяговая станция, которая осуществляет передачу тягового усилия на ленту Unitrans, которая входит с помощью виража в разворот и после проезда именно разворотной части опять выходит в горизонтальное положение. То есть мы имеем в конструктиве ненапряженную конструкцию, которая заполнена бетоном, это включая ветровые раскосы и дорожки качения нижних поясов для движения Unitrack. Несмотря на малую ширину ленты грузонесущей, именно системы Unitrans, мы имеем возможность перевозить достаточно с большими скоростями, порядка 5-6 миллионов тонн в год. Это достаточно большая производительность при таких скромных габаритах. Так будет везде, что обе эти транспортные грузовые системы будут комбинированные? Unitrack и Unitrans могут выступать как самостоятельные системы для перевозки грузов. Все сводится к тому, что в конкретных проектах необходимо именно технико-экономическое обоснование применения того или другого типа. Спасибо. Скажите, какие ближайшие планы вашей работы? В первую очередь, определение энергоэффективности системы, то есть в сравнении с автомобильным транспортом, железнодорожным, либо классическим конвейером. В перспективе перейти к ряду испытаний, включая долгосрочные испытания, которые дадут информацию о именно надежности нашей системы транспортной. Спасибо за интересное интервью, Дмитрий. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наши проекты. Все ваши грузоперевозки будут в надежных руках. Строй Skyway! Спасай планету! Строй Skyway! Субтитры подогнал «Симон»